Здравствуйте! Сегодня хочу показать и рассказать, как я связал вот такие слитки. Значит, я вам дам в видео схему, шаблон, можно даже сказать, этого узора. И кто владеет программой Excel, может в ней составлять узоры или перерабатывать, которые вы найдете на просторах интернета. Так, это первое. Расскажу, каким способом, уже немножко по-другому, я набирала петли мыса. И что это дает. Далее. Расскажу, на что обратить внимание при вывязывании вот центрального узора. Если кто надумает так вязать. И вообще узора. Расскажу, как навязала обвязку этих следков. Хотя я его уже, этот вид и другой показывала ранее у себя в видео. Так. Расскажу по поводу спиц. Вот этих бамбуковых спиц. На что обратить внимание, если вы будете покупать на Алиэкспрессе. Именно на Алиэкспрессе. Вот по поводу этих бамбуковых спиц. И расскажу, как я пришивала стразы. И на что обратить внимание. Вязать буду из пряжи акрил. Производство пехорка. Классическая серия. Цвет фламинго. Это стопроцентный акрил. В 100 граммах 300 метров. Берем дополнительную нить, которую не жалко будет выкинуть потом. Вот у меня. Видите, обрезки здесь собраны. И набираем воздушные петли. Ну, давайте наберем штук 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значит, петли не затягивайте. Потому что вы будете работать вот с этой частью цепочки. Чтобы она не была затянута сильно. Так. Теперь эту нитку отрезаем. Она нам не нужна. Чтобы не распустилась петля и цепочка. Вот так закроем. Так. Теперь вот смотрите. Значит, вот у нас цепочка. А на обратной стороне вот такие бугорки есть. Вот сюда мы будем вводить крючок. И вытягивать новую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. То есть вместо подготовительного ряда, как обычно мы вяжем, мы сразу вяжем с вами первый ряд. И теперь закрываем как обычно. сначала одну петлю провязываем, потом по две. теперь набираем петли для второго ряда. кстати, некоторые не знают. Вот смотрите. Та же самая петля. То есть есть передняя стенка, есть задняя стенка. Так. Вот давайте на этом посмотрим столбики туниска. Тоже эта же петля. Вот. Ну у тунисского столбика это считаются ножки. Вот передняя ножка. А вот есть задняя ножка. Вот она сзади. Вот она. и вывязываем. Значит во втором ряду я добавляю две петли с правой стороны и две петли с левой. то есть одна есть. И за переднюю ножку вторую петлю. Дальше. между передней и задней ножкой. Вот здесь. Вот они две ножки. Между передней и задней. Ввожу крючок и вытаскиваю петлю. Вот между ними. Видите? вот задняя ножка. Вот передняя. То есть задняя половина петли и передняя половина петли. Это одно и то же. А теперь вот за переднюю беру. Добавила две петли. То есть из двух тунисских столбиков вывязала 4. Теперь за переднюю, за переднюю. Дальше опять вот две ножки. Прямо между ними ввожу крючок и вытягиваю. Теперь за переднюю ножку. Опять добавим. Теперь за переднюю. И кромочную вот две сразу, чтобы петля не вытянулась. Теперь мы закрываем только один тунисский столбик. Теперь мы закрываем второй тунисский столбик, но провязываем две петли. И опять мы, в принципе, закрываем только третий столбик. А провязываем-то две петли. Так. Дальше будем добавлять одну петлю с правой стороны и одну с левой. Но вот эта петля, когда вы сейчас будете набирать из этого столбика, она убегает. Вот эта петля. Вот. Вы её не теряйте. Её плохо видно. Вот сейчас смотрите. Поэтому лучше её вот так зажать ногтём. Здесь вывязать ещё одну. Вот мы одну прибавили. Вот. Видите, она уходит туда, эта петля, этот столбик. Поэтому надо ногтём прижимать. А здесь мы только одну петлю вывязываем. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здесь за переднюю ножку одиннадцать. И за всю петлю, то есть за две ножки двенадцать. И опять закрываем одну петлю. Один столбик. И потом две петли. То есть петлю и столбик провязываем. Почему я на этом заостряю внимание? Потому что был такой вопрос. Теряются петли. Не видят ножки заднюю, переднюю. Вот поэтому я решила это показать. Дальше вы вяжете так же, как я показывала ранее. Но поскольку у меня уже узор на двух петлях в центре. Две центральные задействованы. Поэтому я набрала шесть тунисских столбиков. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше вяжем по схеме, которую я вам дам. Можете ее переработать. Можете что-то свое добавить, убрать. Ну, я там подскажу, что можно будет убрать. Вот. Я ее сама перерабатывала тоже. Брала в интернете, перерабатывала. И связала тапочки. Итак, вяжем по схеме. И потом я вам покажу, для чего и почему мы именно набирали таким методом. В итоге с увеличением провязываем. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И в седьмом ряду начинаем вязать узор. Когда все связано. Вот я все связала, весь узор до конца. Только после этого пришиваете украшение. Значит, меня попросили украсить именно так. Но вы можете сделать вышивку. Таких украшений очень много всяких разнообразных. На сайте Алиэкспресс. Для русскоязычного населения вы можете набрать там на сайте пришивные стразы или пришить стразы. Ну, а это я написала на английском для тех, кто не знает русского языка. Вот смотрите, какие украшения есть разного цвета. В зависимости от узора, от расцветки вашей пряжи, можно всякие разные набрать. Если брать вот такие, без отделки, то, как я уже показывала однажды, можно обшить сутажным шнуром, сутажом. Вот разные они вот тут. Вот сиреневые есть, белые, зеленые. Вот эти тут еще. Ну, в общем, всякие есть. Вот. Я выбрала красный. Его можно либо так пришить, либо вот таким образом. Вот так. Так, что еще хочу сказать. Значит, если кто владеет программой Excel, вот я в Excel это делала, раскрашивала все, там я вам покажу ряды, количество петель я проставила, чтобы вам уже не считать, сколько тут петель. Вот, мне кажется, вот эти две петли, два тунистских столбика, они не нужны. Вот. Может быть, надо было даже вот так сделать. Ну, уже поскольку связала, уже деваться некуда. Вот. Что еще хотела сказать. Если кто владеет программой Excel, значит, вы, если будете сами составлять узоры или где-то перерабатывать, обязательно свяжите образец. Вот я вязала полностью образец сначала. И здесь вот эту ножку я вязала из одного тунистского столбика. Вот так вязала. Вы знаете, вообще не смотрится. Здесь тоже вязала только из одного. теряется. Поэтому вот пришлось переработать по два тунистских столбика. Вот. Ну и дальше узор пошел. Вот так. Узор практически такой же я вязала. Вот эту отделку я уже показывала ранее. Она будет у меня вся схема выложена. И этот узор почти похож, но все-таки есть изменения. Они не одинаковы. Вот. Связали. Дальше что мы делаем? Хочу рассказать как я пришивала стразы. Вот у этих страз вот здесь отверстие. Вот здесь. И вот здесь. значит укладываем стразы. Находим место, куда будем пришивать. и напротив отверстия вкалываем. и опять иголку выводим именно возле этого отверстия. Вот здесь. И опять в отверстие. иглу с этой стороны тоже рядом. И опять же иглу выводите с этой стороны. Почему мы не делаем таким образом? Вот. Для того, чтобы когда вы будете одевать тапок, у вас здесь ниток не будет этих мононитей. Или чем вы будете пришивать. И палец не будет здесь цеплять. Поэтому пришивайте вот таким образом, как я вам показала. Что я делаю дальше? Вот эту нитку, наборный ряд, мы распускаем. Спасибо. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 6 петель, которые у нас были, они и остались. Вот мы их собрали. И теперь вяжем подошву. Значит, подошву я вязала. Добавляла опять пряжу, синтетику такую вот, чтобы не протиралась. И взяла не основной цвет, а этот. Почему? Чтобы подошва не так сильно, ну, напачкаться будет, но не так заметно. Вот и теперь мы и должны набрать. Но они тут не распустятся. Вот они закреплены. Так, и теперь сделаем это? вот и дальше вяжем уже как обычно по душу вот и дальше вяжем уже как вот чем этот метод хорош в наборе что здесь утолщение нету от первого ряда видите ну все даже вообще красота вот мне кажется этот набор самый удачный ну и все дальше вы вяжете подошву значит в зависимости от вашей пряжи от толщина крючка от толщины крючка вы уже рассчитываете почему потому что уже получается двойная нить здесь тоненько а здесь два раза толще поэтому где-то можно ряд пропустить допустим три или четыре ряда связать в каждую петлю а потом один ряд пропустить опять один два три четыре и одну пропустить петлю вот в принципе то и все в этом плане теперь по поводу того как я заправляю хвосты хвосты смотрите я возьму две нитки разного цвета специально как мы обычно завязываем узел вот берем правую нитку укладываем вниз вниз левой и обматываем теперь эту же красную нитку укладываем опять под синюю и в петлю и завязываем все узел не развязывается обрезаем хвосты под самый узел точно так же я поступаю здесь есть такие моменты когда две нитки рядом их можно завязать вот давайте завяжем вот давайте завяжем ну вы всегда сначала вот так потяните расправьте вот берем правую вниз под левую заводим и теперь этот узел подтягиваем к основанию подтянули подтянули сильно не затягивайте теперь эту же нитку под низ зеленой и в петлю и вот теперь уже затягиваем все мы завязали тот же самый узел и со спокойной совестью можем обрезать под самый узелок вот таким образом и у вас эти хвосты уже наружу не вылезут что делать если допустим хвост один я раскручиваю нитку так разделяю ее и одну часть допустим протягиваю сюда и поступаю таким же образом правую под низ левой и обматываю и подвожу сюда теперь эту же под низ в петлю в петлю и теперь затягиваю и узелок очень маленький получается все и обрезаем кстати вот заметьте нитка очень тонкая поэтому когда вы будете затягивать осторожней потому что она может смотря какая пряжа может разойтись и видите узелок малюсенький совсем его практически не видно и он не будет мешать ну вот связала я следок или как его называют подследник ну не важно пришила камень вот так получилось значит сейчас я вам дам схему вот вот схема этих тапок этих следков можете сделать скриншот можете перерисовать с экрана как вам будет удобно вот в этом месте я не стала узор вязать а просто прикрепила страз еще на что хочу обратить внимание видите как неудачно я тут закончила надо было тоже зеленым обвязать провязать здесь столбики зеленые как-то сгладить поэтому вы когда будете вязать вы можете вот здесь зеленым цветом вот эту часть обвязать когда будете вывязывать вот последний ряд вот здесь в последнем ряду зеленым цветом или каким вы там выберете так вот на это внимание обращаю и мне кажется вот эти столбики вот эти в самом верху два они не нужны так даже будет интереснее закругление ну как говорится что связала то связала значит делайте скриншот берите узор пользуйтесь значит по поводу цифр вот эти цифры с правой стороны это номера рядов я прописала здесь вот цифры стоят это количество петель чтобы уже вам не считать здесь тоже количество петель ну здесь по 2 по 3 уже я думаю не ошибетесь здесь тоже количество петель вот с этой стороны тоже самое но вверху я уже не стала делать ставить цифры потому что тут уже главное начать с одного столбика и дальше уже пойдет можно было бы конечно вот здесь цифру поставить и вот здесь ну я думаю вы сами сможете посчитать и вручную поставить так дальше что еще отметила здесь что это следки на 38 размер 55 рядов крючок 2,5 и 18 тунисских столбиков в общей сложности здесь и здесь вот на всякий случай даю шаблон в таком расположении можете делать скриншот значит теперь я буду делать обвязку нашла я у себя в закромах очень давно выставляла видео что-то я его не использовала вот теперь решила сюда применить теперь мы берем спицы значит спицы у меня два с половиной два с половиной миллиметра и должны набрать количество петель которые делятся на два то есть четное количество петель вот у меня одна петля осталась от пятки значит берем спицу и я возьму дополнительную нить вот вот этого цвета которым обвязывала ну а вы там впоследствии решите каким цветом вам вязать кстати крючок далеко не убирайте потому что из тунисских столбиков очень тяжело набирать проскакивает петля и набираем лицевыми петлями один основным цветом здесь подтянуть эту надо вот так так сейчас вот основным вторую дополнительным цветом опять основным опять основным дополнительным вот здесь раскакивает вот и дальше под каждую петлю также точно набираем дополнительный потом основной дополнительный основной и так чередуем чередуем по всему вырезу и так мы с вами провязали первый ряд теперь вяжем второй ряд значит вязать будет сложновато но это того стоит значит я перехожу на несколько спиц вязать мне было удобнее вязать нити перебрасываем вперед и дальше вяжем изнаночными бабушкиным методом причем нити вращаем по часовой стрелке то есть будем вот так вращать сначала провязываем розовую с бабушкиным методом затем вот так крутим и провязываем за переднюю стенку следующую петлю петлю там у нас хвост потянем опять крутим по часовой стрелке и за переднюю стенку провязываем опять перекручиваем провязываем провязываем по часовой провязываем по часовой провязываем и опять перекрутили и бабушкиным методом провязали перекрутили и за переднюю стенку бабушкиным методом вот таким образом и так мы должны вязать по кругу что хочу обратить ваше внимание нитки будут перекручиваться вы не вяжете не волнуйтесь потому что в следующем ряду они у вас раскрутятся так что вы их не трогайте пусть они крутятся и так закончили мы с вами второй ряд и начинаем вязать третий ряд нитки тоже вперед перебрасываем и теперь мы эти нитки раскручиваем то есть будем их крутить вот в таком направлении и вяжем тоже изнаночными но классическими и бабушкиным методом я не вязала этот ряд не знаю не буду врать вот классическим методом значит за заднюю стенку давайте еще раз покажу вот за заднюю стенку берем розовую нить и провязываем и провязываем вы попробуйте бабушкиным методом может бабушкиным методом поймет теперь перекручиваем против часовой стрелки и тоже самое с другой петлей делаем против часовой стрелки за заднюю стенку надеюсь видно одно против часовой за заднюю стенку классическим методом с с в минуту т Ну вот уже введен узор немного. Значит так вяжем по кругу. И у нас нитки уже будут раскручиваться. Так что не переживайте. Вяжите дальше по кругу самостоятельно. Ну вот закончила я значит ряд. И вот у нас уже узор получился. Дальше. Значит узор состоит из трех рядов. Первый ряд мы набирали лицевыми. А затем два ряда провязывали. Следующий ряд вяжем как первый. То есть вяжем лицевыми петлями. Дальше. 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 Вот и так вяжем по кругу. Вот смотрите, я вязала, но это у меня пробная обвязка. Вязала, значит, основным цветом и этим. Потом я закрыла. Я вам расскажу, как закрывать. И между, здесь вот у меня две косички получается. Вот одна и будет еще одна. Можно даже больше их связать. И вот здесь между ними, вот, один ряд лицевыми петлями. Вы можете провязать сколько вам нужно. Можете 2-3 ряда. Я вот попробую теперь 2 ряда провязать. Этот ряд и еще один ряд. И потом опять такую же косичку дам. Посмотрим, как будет лучше. И вот, не знаю, цвет какой. Оставить. То ли зеленым. Наверное, вот зеленым оставлю. Перевяжу это. Вот вам уже выбирать, каким цветом обвязывать. Если вы так будете оформлять концовку. Ну вот, провязала я один ряд лицевыми петлями. И давайте еще один ряд провяжем. Тоже вяжем лицевыми петлями. Итак, вяжем до конца ряда. Ну вот, провязала я два ряда лицевыми. Один, два. И дальше мы вяжем точно такую же косичку. То есть мы вяжем со второго ряда. Ну вот, провязала я два ряда этой косички. И здесь два ряда лицевыми петлями. Вот здесь два ряда. А вот здесь только один ряд. Его практически не видно. Ну вот, смотрите, кому как нравится. Теперь мы должны закрыть петли. Вот эту петлю первую. Вот она у нас розового цвета. Провязываем зеленым. Делаем накид тоже зеленым цветом. Но видите, он у нас не пойдет. Значит надо зеленый вот снизу захватить. А зеленую петлю провязать розовым цветом. И на нее надеть. Так, раз зеленую. И два зеленые. Дальше у нас идет розовая. И вот какая нитка, петля у вас на спице. И какая петля у вас здесь. Такой же точно делаем накид. Таким же цветом. Так, здесь у нас опять не получится. Можно вот так захватить. Снизу. А провязывать ее нитью другого цвета. И вот этот накид. И эту петлю надеваем. Дальше. Петля у нас зеленая. Значит зеленым цветом делаем накид. А закрываем противоположным цветом. То есть розовым. Провязываем розовым. Надеваем зеленый. И еще зеленый. Розовый цвет. Значит накид у нас должен быть розовый. А закрываем зеленым цветом. Дальше. Дальше. Давайте еще раз. Значит, зеленая петля у нас на спице. Значит, накид делаем зеленый. Здесь у нас не получится. Видите, где остается. Поэтому из-под нитки возьмем. А провязываем другим цветом. Давайте еще раз. Розовый цвет. Значит, розовый накид делаем. Накинули. А закрываем зеленым. И на эту зеленую набрасываем накид. И петлю. И у нас тогда над розовыми петлями розовая петля закрытия. Над зеленым зеленая петля закрытия. Вот таким образом. Все. И дальше так закрываем по кругу. Ну, вот такая в итоге обвязка получается. Либо так, либо так. В принципе, практически различия нет. Чуть-чуть видно здесь вот расстояние. А здесь сливается вообще не видно. Теперь я вам хотела рассказать по поводу вот этих спиц бамбуковых из Китая с сайта Алиэкспресс. Я покупала две упаковки сразу. Вот. Чтобы номера были хорошо их видны. Они здесь на спицах стираются. Их не видно. Вот. Где-то еще остались. Вот номера видны. А так они стираются. Вот здесь наверху я фломастером подписала. Где какой номер. Почему взяла две упаковки. Сейчас я вам покажу. Вот. Нашла. Вот видите, зазубрина есть. Она цепляет. Есть более грубые зазубрины. Поэтому, если вы надумаете брать такие спицы, берите две упаковки. Потому что надо будет дополнять. Эту придется уже ломать. Все. Она плохая. Вот таким образом. Вот. А так можно проверить на ощупь. И посмотреть. А та была плохая. Теперь по поводу размера следков. Если кто-то надумает вязать кому-то в подарок. Без примерки. Лучше всего сначала связать для себя. На свою ногу. Затем в поисковике можно найти длину подошвы ступни. И уже исходя из разницы. Можете вязать на любой другой размер. Но это мое мнение. Вот я допустим для себя связала одни. А потом меня попросили связать на тридцать восьмой. Вот тридцать восьмой размер. И я уже отталкиваясь от своих следков. Увеличивала на определенное количество сантиметров. И без примерки связала на тридцать восьмой. Что еще хотелось бы сказать. Значит. Я думаю, что следки я вяжу последний раз. На показ. То есть для выставления в ютубе. У себя на канале. Если я свяжу какие-то новые. С другим узором. Я вам просто покажу следок в любом видео. Которые я буду делать. Покажу следок. И дам шаблон узора. Может быть я головной убор буду вязать какой-то. Может быть что-то из одежды. Но туда вклиню шаблон на узор. Уже отдельно показывать. Как вязать я не буду. Потому что это уже. Как я уже говорю. Говорила. Есть шаблон. Делайте узор. Может быть я что-то интересное найду. И с вами поделюсь. Ну и вот такие следки в итоге получились. Как я уже сказала. Здесь вы можете обработать. Любым способом. Можете так же как я. Другим цветом. Ну это уже. Все на ваше усмотрение. Все на ваше усмотрение. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.